Значит, как у нас лежит человек? Ну, во-первых, я уже говорил в прошлом уроке, посмотрите на подушку обязательно должно быть, чтобы пятки были выше головы. Накрываем его обязательно полотенцем или простынью. Простынь или полотенце я обычно подогреваю на батарее, на колорифере. Ну, продают специальные плитки такие для массажистов. Обычно для стон-терапии продаются. Можно там положить в свое полотенце. Особенно, если человек пришел с мороза, с улицы, ему будет очень приятно. Это еще один плюс у вашего кармамассажиста, когда вы наклеиваете, он чувствует тепло и говорится, о, хорошо. Да-да-да, ему уже приятно, у него уже настрой благоприятный к вам, да, лояльность повышенная. И вы, соответственно, начинаете с ним работать. Вот, если заметили, ну, во-первых, полотенцем сразу можно, да, разогреть его через полотенце, да, растереть. А во-вторых, вот я начинаю с крестца. Раскачиваю крестец и таз. И в этом идет моя договоренность с человеком уже до того, как я начал, да, могу в момент что-то поспрашивать, что вас сегодня беспокоит. Да, вроде бы, ну, шея. Шея, да. Сейчас мы дошли, дойдем, начнем отсюда. Ну, в общем, да, за это время уже произвести опрос человека. И спокойно, размеренное покачивание усыпляет его подсознание. То есть мы как бы договариваемся, как в Маугле, помните, ты и я, мы с тобой одной крови. И потихонечку продолжаем. Как я уже говорил, масло не льем на человека. Льем себе на руки. Я уже себе налил на руки масло. Поскольку у нас в массаж спины входит вот ягодицы до головы включительно, да, то мы чуть-чуть уголяем нагодицы, чтобы его не пачкать масло, да, подгибаем. Просто бережу одежду человека, да. Масло не капаем мимо куда-нибудь, да, на него холодная масса, тем более не льем. И вот так же можно подогреть на батарее. Растираем на себе. И потихонечку начинаем втирать. Это еще пока не массаж, это еще пока идет размазывание масла. Вот наш первый пункт. Поглаживание. Поглаживание, но масло уже впитано, да, то есть еще даже даже еще пока не массаж. Ну и самое первое массажное. А, ну я сразу показал, да, что я, во-первых, вошел в силу человека. Уже сразу локтем. Да, я еще не массирую пока. Это только пока поглаживающие такие движения. Что мы предупредили подсознание, что будет работать еще и локти. Более жесткая техника, да. Потом, если вы заметили, я никогда не убираю руки с тела человека, даже если что-то рассказывал, да, или с ним общаюсь, я все равно что-то делаю, да. Хотя бы даже если вы не знаете что, хотя бы для обиду делайте, хоть что-то делайте, да. Если вы обходите к человеку, то так же не убираете руки с него, а лучше что-то вот проделываете, да, как будто бы завершаете какую-то работу. Это очень важно, если вы, особенно если человек в противоположном полу у вас лежит на столе, да, чтобы во время сеанса вы не отрывали руки от тела человека. Поэтому ваш столик с маслом должен находиться как можно ближе. Не надо бегать по всей комнате, когда там масло забыл в том углу, потом в том углу забыл, да. Он должен быть где-то рядом всегда. Поэтому я вам говорил, масло добавляется заранее, например, на трюм сторон ладони, чтобы потом бросить и растереть. Это еще один вам плюс в кармо-массажисты. Поэтому некоторые носят такой, знаете, как у парикмахера бывает, пояс, где вот всякие флакончики, там, может быть, у вас несколько видов масел, да, может быть, у вас там какие-то дополнительные массажные, ну, массажеры, там, да, использующие пальчиковый массаж. Ну, я потом вам массажеры покажу в следующем видеоролике. Поэтому есть такой принцип эргономики массажиста, да. Мы работаем, желательно, с одной стороны, не бегаем по кусочкам. Это вот большая ошибка, когда человек массирует, да, массирует еще здесь, потом здесь, потом вот тут вот, суетливо тогда, да, потом раз, вот здесь, за ухо подергал, вот так вот все, и бежал, потом здесь поработал, вот тут подгибал, потом вот тут закончил. Вот это вот, как бы, такая суетливость, это ошибка. Вам надо, ну, это показывает ваше непрофессионализм. У меня были клиенты, которые говорят, вот мы к кому-то ходили, он вот так работает, он даже как-то противно, в второй раз не хочется возвращаться. Мы желательно работаем, во-первых, с одной стороны, чтобы не бегать, да, в личный раз, свой энергии не тратим. А во-вторых, если уж мы начали какую-то мышцу обрабатывать, да, то мы ведем ее от начала до конца. Где закончили, там мы продолжаем следующую мышцу, да, вот пошли здесь. Закончили здесь, вернулись обратно, так же метровые руки. Видите, мы все вот эти мышцы обрабатываем, все вот эти длинные, продольные, большие мышцы, группы вот мы обрабатываем. Где начали, там идем, идем, идем и заканчиваем, да, где закончили, там продолжаем следующее движение, да, пошли там другие приемы делать. И так по очереди мы вот все делаем, и в нашем массаже мы работаем по половинке, я потом расскажу, почему, да. То есть сначала обрабатываем всю вот эту часть, не обходя человека специально, потом обходим, смазываем маслом вторую часть, и только тогда мы с другой стороны работаем с противоположной частью с этой стороны. Работать начинаем с левой стороны обязательно, почему, потому что здесь находится сердце. Мы начинаем разгонять кровь именно со стороны сердца, и это очень важно, да, чтобы оно начинало качать и быстрее нам помогало в работе. Трофика ткани увеличивается, да, проходимость сосудов увеличивается, да, и мы, как бы, это нам помогает, а мы еще больше гоним жидкости всякие в организме, массы, кровь, все туда, к сердцу. Поэтому вот ловите еще лайфхаки. Не бегать вокруг человека лишний раз, да, где взяли, там и доделываем до конца этот участок. Если взяли мышцу, прорабатываем ее от начала до конца, и где закончили, продолжаем следующую группу мышц, да. Ну, не имеется в виду одна мышца, да, они все равно группами работают, да. Масло мимо не льем, масло должно быть подогретое и только использовано на человеке. Бережем его одежду, да, его простыни, бережем свои, там, ковры, брюки и прочее, да, все бережем. Если человеку негде помыться в вашем помещении, вообще, по закону в массаже кабинета должно быть место, где можно помыться, ну, какая-нибудь дешевая кабина или хотя бы рядом в соседнем помещении, да. Если нету этого, то используйте вот салфетки, обычно салфетки должны быть в работе. Мало ли чтобы протереть, да, мало ли там его вытереть, да. Когда переходим на мануальную терапию, то там уже работаем по-другому, там уже работаем через тряпочку, через полотенце, через салфетку. То есть мы должны его накрыть и уже работать через ткань, чтобы, дай бог, руки у нас не соскользнули. Вот это был второй ролик по основным принципам нашей работы, да. Поэтому не теряйтесь, записывайте все, если кому надо, записывайте на бумагу, а лучше приходите к нам на тренинги. С вами был Олег Аллаф Гудвин. До новых встреч, дорогие друзья. Естественно, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик вверху здесь, чтобы получать новые уведомления о новых полезных видеороликах. И нам будет приятно, если вы поставите лайки, напишите хороший комментарий. До новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч, дорогие друзья.